Чтобы сделать великий фильм, необходимы три вещи. Сценарий, бюджет и Максим Галкин. Альфред Хичкок. Известный юморист, пародист и телеведущий Максим Галкин покоряет новую вершину. Актер многосерийного фильма. В проекте канала «Россия. Все могут короли» он исполняет сразу две главные роли. Неудачливого менеджера среднего звена Мишу Николаева и деспотичного герцога из средневековья Майкла Каннингема. Актер – это сакральная профессия, которая далеко не к каждому подвластному. Есть легендарные актеры, есть хорошие, есть плохие и просто ужасные. Но также есть отдельная каста людей, медийных людей, которые благодаря своей популярности паразитируют в кинематографе. Суть в чем? Эти люди и фильмы с их участием набирают просмотры, деньги с рекламы и, к сожалению, это их единственная цель. Куй дерьмо, покуда хавают. Один из таких продуктов, точнее просроченных продуктов, снял телеканал «Россия-1». Блять. В котором Максим Галкин играет главную роль. И не одну, а целые две. Что может быть лучше одного Максима Галкина? Два Максима Галкина? Сюжет сериала «Все могут короли» так или иначе завязан на фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Картина очень известна и пересказывать ее завязку нет смысла. И создалось такое ощущение, что создатели подумали так же, как и мы, и просто не вставили завязку в свой сериал. А зачем? Сами додумайте! Все, что мы имеем, это офисный сотрудник, Галкин без бороды, и средневековый английский герцог, Галкин с бородой. В первые пять минут после перемещения нам демонстрируют характер персонажей. Один из них безвольный и отдается на волю судьбы. Второй же борется с враждебным миром. Звучит заманчиво, не правда ли? Но на деле мы получаем искрометную актерскую игру. По Фрейду, и там объясняется все. Даже почему мопс? Дедушка-обезьяна! Для тех, кто не понял, только что на ваших глазах они взяли неудачный дубль и выдали его за удачный. Вот так вот. Вот так вот. Тем временем, Галкин с бородой отфигачивает офисных сотрудников и попадает в КПЗ, где к нему приходит его сослуживица, и ни с того ни с сего начинается любовная линия. В это же время гладковыбритый образец успел жениться на Амиге и уйти из замка в поисках связи для телефона. Ты что, с ума сошел? Да, вы не ослышались. В Средневековье можно дозвониться по телефону и даже воспользоваться интернетом. Ну, когда это позволяет сценарий, а позволяет он это часто. За эритические действия или за то, что Галкин носил святое деяние, в общем, мы так и не смогли понять, за что, он попадает в плен и подвергается испытаниям. Ты должен вытащить меч из камня. Ничего необычного. Просто офисный сотрудник моментально нашел решение, как сузить железо и достать его из камня. Ну, впрочем, так же ничего необычного, как и гореть на костре в Средневековье. Ой, 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 шо такое? Я горел? Ну, ладно, с кем не бывает. Товарищ, вы догорать-то собираетесь, а? Целая куча людей позади, а? Есть совесть. А ведь гореть на этом костре гораздо приятнее, чем делать обзор на сериал «Все могут короли». И единственный способ сохранить рассудок, это расставить все по своим полочкам. Может, не надо. Пункт первый. Сюжет. Давайте будем честными. Сериал этот вы смотреть не будете, поэтому мы сразу раскроем все карты. К сожалению или к счастью, Галкин не сгорел. Его спасает сестра. Тебе полегчало, брат. Внизу у него полегчало. И именно поэтому она становится для него главной мотивацией до конца сериала. Но случается непредвиденное. Ее кто-то отравляет. Диана! Диана! К счастью, Галкин догадался, как сделать шприц из костей птицы, из чего-то там еще, и вколоть ей абсорбент, то есть активированный уголь. И знаете что? Она поправилась. Неизвестный яд был выведен активированным углем. С таким же успехом Галкин может лечить детей от рака. Джонни, Джонни, ты в порядке? Что с тобой? Черт, подери, у тебя не срок. Джонни, как тебе помочь? Карман. Какой? Это? Где? Уголь. Джонни, что это? Куда? Кали! Блин! А, черт! А, что? Джонни, твои ноги! Мои ноги! Джонни, вставай! Как вы поняли, так же, как и в случае с мечом короля Артура, Галкин спокойно все сделал, и его сестра выжила. Немного погодя, он рассказывает ей, что он из будущего, и вообще не является ее братом. Она моментально этому верит, и... КПМ! В спасении его сестры также принимал участие Робин Гуд. Но это необычный Робин Гуд, это также переместившийся во времени россиянин. Но есть одна особенность, он быдло, и не особо стремится обратно. Так вот, через некоторое время они натыкаются на завод по производству калашей. Калашей, мать его, в Средневековье, ну, с кем не бывает. Ладно, давайте пока закончим с этим средневековым бредом, и перейдем к одному из самых главных пунктов. МАКСИМ ГАЛКИН Как мы уже говорили, вся картина крутится вокруг личности Галкина. И это особенно заметно во второй сюжетной линии, про которую сказать-то особенно нечего. Угу. И если в фильме Иван Васильевич имеет профессию, мы видим злого и бескомпромиссного царя, то здесь, на протяжении 10 серий, бородатый клоун ходит с таким выражением лица, как будто вот-вот обгадится. И задайте себе вопрос, что должен сделать средневековый рыцарь, попавший в современность? Я должен вернуться в свое время. Галкин попытается от силы два раза. Все остальное время он будет купаться в всенародной любви, якобы за то, что дал люлей начальнику. Сиди, мы не квакаем. И потом зародилась целая секта любителей Максима Галкина, которые носят его в футболке. Я могу продолжать этот список до бесконечности. Этот сериал, как удариться мизинцем об думбочку. Этот сериал, как дырка в носке. Ненавижу! Да, Максим Галкин это катастрофа этого сериала. Все перечисленное ранее является малой частью от той сии вакханалии, которую он творит на протяжении всего сериала. Но не все так плохо. Это, конечно, неправда. Есть персонажи, есть неплохой каст актеров, которые все-таки немножко, но тянут одеяло на себя. Хотя это очень сложно, когда у Максима две сюжетные линии. В конце концов, кто в этой семье главный? Главная проблема актеров этого сериала, что всем им приходится отталкиваться от Максима Галкина. У них нет собственных линий. Каждый актер просто не может показать свою актерскую игру. Все завязано на Максиме Галкине. Все следует, все сюжетные линии, все повороты, они все на нем. Ни один актер в сериале не раскрыт ни на долю. Такое ощущение, что сюжет был написан за два дня, потому что логика персонажей часто подводит. Например, Максим случайно спалился с телефоном. И Шут из прошлого моментально ему поверил. Ну, просто потому, что сюжет кастрирован. Он не может объяснить, почему персонаж поверил. Он не может раскрыть эту ветку. Сюжет просто говорит актерам, ты будешь выполнять все, что скажет Максим Галкин. И им приходится выполнять, потому что у них нет другой цели. Сериал похож на дешевую театральную постановку. Есть главный актер и побочные. Максим дико переигрывает, а все остальные не доигрывают. Просто потому, что нельзя затмевать главную звезду спектакля. Как жаль, что мы не можем передать вам всю зашкварность этого сериала. 450 минут безудержного уныния. Но давайте же соберем волю в кулак и перейдем к самому главному. Антагонист и концовка. Злодей появится в восьмой серии эпопеи. И оказывается, что это затюханный офисный рабочий, а сам он из древности. И всю эту байду с перемещением затеял он. И знаете, какая мотивация у человека, который путешествовал во времени? Да всем насрать! Он хочет стать владельцем древних земель в Стоунхендже, чтобы потом в будущем распоряжаться ими. А если быть точнее, то устроить там музей и продавать билеты. Гениально. А хотите знать, как он перемещается? Нет. С помощью электрички времени. Вот это поворот! Это то же самое, как если бы в финале какого-либо сезона Игры Престолов появился Хайзенберг и Пинкман начали варить меты из драконьего стекла. Но это еще не все. В заключительных сериях этой галематии возлюбленная Галкина с бородой застревает в Средневековье, где ее и других должны казнить. А он остается приглядывать за ее сыном. Дальше объяснять не буду. Просто смотрите. Я хочу к маме, к маме. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? А потом он прибежал на место казни и всех спас. С вами лучший телеканал страны, а мы переходим к другим новостям. Наш новый сериал «Все могут короли» наконец завершился. Завершился полный несуразицы, но какая разница? Ведь что ни сделай, все схавают. Вы знаете, он не полностью вышел на нашем телеканале, поэтому мы не смогли собрать всю телевизионную рекламу. Но вот реклама водки в сериале сделала свое дело. Поэтому мы продолжим клепать. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну так вот, о клепании, конвейере и тому подобном. На следующей неделе у нас выходит новый сериал. У Вити за пазухой, да. И я вам обещаю, мы вам обещаем телеканал нашей лучшей страны. Он будет хуже. Хуже, гораздо хуже. Он нахрен даже не выйдет. Не выйдет вообще никуда. Просто нахрен конвейер, огонь, алё. Выпустим там рекламу... Чего еще водки? Двух водок, да. Да, да. Валера, запускай.